Тысячи зрителей собрались накануне у Дворца земледельцев. Государственный симфонический оркестр республики представил оперный фестиваль под открытым небом «Казанская осень». На сцену вышли специально приглашенные гости Венеры Гемодеева и Роберто Аланья. И вот здесь без небольшого происшествия не обошлось. Екатерина Кудинова продолжит тему. Пасмурная погода и непрекращающийся дождик в течение всего дня не стал помехой для гостей оперного фестиваля под открытым небом. С каждым годом желающих насладиться классической музыкой становится больше, увеличилось и количество сидячих мест. В этом году солистами «Казанской осени» стали Роберто Аланья и Венера Гемодеева. Дуэтом они спели впервые. Выступление могло сорваться. Роберто Аланья прилетел в Казань 26 августа поздно ночью. Все эти дни из-за больного горла молчал. Тем не менее, быстро вылечиться не удалось. Я счастлив и грустен одновременно. Рад быть в Казани. Хочу показать публике все самое лучшее. И расстроен, потому что не очень хорошо себя чувствую. Не удалось даже отрепетировать. Но все же певец на сцену вышел. На фестиваль его пригласили давно. С мастером Сладковским они старые приятели выступали вместе не раз. Его партнером по сцене стала восходящая звезда Венера Гемодеева. Ее появление на родине также не случайно. Потому что она родом из Казани. Потому что она здесь сделала первые шаги как музыкант. Потому что она сегодня титулованная певица. Сегодня солистка Большого театра. Я думаю, это гордость Татарстана. Я чувствую поддержку, но неуверенность. Потому что здесь все-таки своя публика в том плане, что многие меня знают здесь. Те же самые педагоги, студенты, с которыми я вместе училась, родители. И чтобы родителям не было за меня стыдно, от этого ответственность возрастает. Второй фестивальный день пройдет 5 сентября. Выдающийся российский композитор Алексей Рыбников представит свою симфонию номер 5. Воскрешение мертвых. Стену Большого концертного зала заполнит более 200 человек. Произведение произвучит на иврите, латыни, греческом и русском языках. Екатерина Кузинова, Айрат Мухамедянов, Вести, Татарстан.